Здравствуйте! Подводим итоги первого рабочего дня. В студии Олега Танзейский. Новости начинаются. Наринмар посетил патриарх московский в Сеаруси Кирилл. В Ненинском округе предстоятель Русской Православной Церкви побывал впервые. Программа визита Святейшего в Заполярный субъект оказалась довольно обширной. Посещение Богоявленского кафедрального собора и осмотр будущего духовного центра «Русская Арктика», строительство которого представлено еще несколько лет назад. Между тем, предстоятель Русской Православной Церкви совершил для жителей региона божественную литургию и обратился к ним с пастырским словом. На службу пришли более сотни верующих. Репортаж Ивана Кутенникова. Момент поистине исторический. Предстоятель Русской Православной Церкви впервые ступает на Ненинскую землю. В Наринмар патриарх Кирилл прилетел после того, как совершил молебен в самом северном храме России. Он расположен на острове Южный. Это архипелаг Новая Земля. Из аэропорта в Богоявленский кафедральный собор Наринмара. Здесь предстоятеля Русской Православной Церкви встречают местные священнослужители и прихожане. Приветственное слово Святейшего Патриарха многие верующие записывают на мобильные телефоны. Я рад, что Господь привел меня в Наринмар для того, чтобы вместе с вами помолиться, разделить с вами радость совместного общения, познакомиться с церковной жизнью здесь, на северном побережье и рубеже нашего Отечества. Я придаю очень большое значение таким поездкам, потому что они дают мне возможность увидеть верующий народ, почувствовать биение жизни церковной, познакомиться с жизнью людей, а значит и получить нечто очень важное для понимания тех задач, которые сегодня стоят перед нашей Церковью. Визит Патриарха был запланирован в канун большого церковного праздника – преображения Господня. В Евангелиях он описывается как явление божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе. В русской народной традиции этот праздник также именуют яблочным спасом или вторым спасом. Главное событие визита предстоятеля Русской Православной Церкви в Наринмар на божественную литургию в храме Ниньского округа собрались более сотни верующих, чтобы вместе, едиными устами и единым сердцем прославить Бога и причаститься к святых христовых тайн. Все желающие попасть внутрь не смогли, поэтому рядом с собором установили экран, на котором службу транслировали в прямом эфире. Божественная литургия длилась более двух часов. После окончания службы предстоятель Русской Православной Церкви обратился к прихожанам с пастерским словом. Если есть такая потребность, нужно помолиться. Но не только предрассудки мешают нам иногда совершать молитву, но и обстоятельства жизни. Возможность увидеть и услышать патриарха Московского Евсея Руси для жителей региона стала большим событием, да еще и в канун Великого праздника. Я очень хотела, чтобы патриарх Кирилл прилетел к нам в город. Очень ждала этого дня, верила, что он прилетит. Я верю в Бога и Бог есть любовь. После крещения моя жизнь очень изменилась. Сегодня великий день, и я думаю, что это замечательный, знаменательный день для всех жителей нашего города и региона. И такая возможность прийти и послушать, поприсутствовать на службе, которую проводит патриарх Московский Евсея Руси. Это, конечно, великое событие, которое нельзя пропустить, поэтому я сегодня здесь. Это праздник Господний, это я всей душой, и дома на Украине была, я все время ходила в церковь. Каждый праздник, каждое упоминание, все даромочки. Только этим я и живу. Радуюсь тому, что я сегодня вместе с вами, мои дорогие. На севере Руси, на Ринмар, замечательный город, который порадовал меня красотой зданий, очень красивой раскраской этих зданий, он не производит никакого гнетущего впечатления. Как то было еще несколько лет тому назад, по фотографиям я мог себе представить, каким был на Ринмар, да и весь наш русский север. Не обошлось и без подарков. Предстоятель Русской Православной Церкви вручил временно исполняющему обязанности губернатора Нейнского округа патриаршую грамоту. Мы даже, наверное, в самых своих смелых мечтаниях не могли предположить, что получим благодарность из ваших рук. Для нас это большая честь, но у нам предстоят еще и дела будущие. Вы знаете, перед нами стоит большое дело строительства Арктического собора. Ответный жест. В свою очередь, глава региона подарил высокому гостю икону, исполненную в северном стиле, на которой изображен святой адмирал Федор Ушаков. Скорее всего, она займет свое место в будущем Духовно-просветительском центре Русской Арктики. Его патриарх московский всеаруси Кирилл осмотрел сразу после службы. Работы по возведению центра начались еще в 2013-м, но два года назад они были приостановлены из-за нехватки финансирования. По замыслу, Арктический собор должен стать одним из главных символов Заполярия. Проси Господи, помогай Бог вам. Проси Господи, помощи Божией. На этом визиты святейшего патриарха в северные территории нашей страны не заканчиваются. Уже в ближайшие дни предстоятель Русской Православной Церкви посетит Великоустежскую и Котловскую епархии, а также Соловецкий монастырь. Иван Кутенников, Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Владислав Носкин и Леонид Шишелов, Телеканал Север.